Сегодня мы записываем наше первое интервью самым высоким человеком, я буду так говорить, Павел Подкользин, его рост 2,23, чтобы было понятно, насколько Паша большой, мой рост 202, сейчас Паша 223 и Серега, наш оператор, вот рост сколько? Метра 70. Каково это быть высоким человеком, мой первый вопрос тебе. Классно? Ну и конечно, внимание, все внимание тебе. Мы находимся в нашей парикмахерской, вопрос такой, твоя любимая прическа, как вообще? Моя суперская любимая, это мой естественный цвет волоса. Укладываешься, братан, укладываюсь, прилизываюсь, там что гель, все как бы, все дела. А хотел себе кудри? Были кудри. Были? Были, да. Были кудри до какого-то времени, еще в Италии были кудри, кстати. Какая у тебя машина была самая большая, какая самая маленькая, в которую ты ездил? Самая большая машина, я ездил на Хаммере, где не так было удобно и... Она по размеру? Нет, в салоне? Самая большая машина в салоне? Самая большая машина в салоне, это из Класс, 221 кузов, Мерседес. У тебя был? У меня был, да. Я привозил его с Америки и покатавшись немного, я его продал. Почему? Я вложился в недвижимость, в то время это было актуально. Я понял, а самая маленькая, на которую ты ездил? Самая маленькая, я играл за Сахалин, мы жили в Владивостоке, и я себе купил фонду Фит. Слушай, как, как ты туда залез? Да, вот, у меня даже есть, по-моему, видео и даже фотографии, я тебе их дам. Если есть, поставь их. Обязательно, я тебе их дам. Мне приходилось ездить на тренировки, никакого там дискомфорта, но если даже он был, садился, прыгал ноги выше ушей и двигались. Как ты это делал? Все. Слушай, вопрос, сколько ты ешь? Я ем немного, на самом деле. Врет, вы уверены? Врет, как дышит, пиздишь, как дышит. Я видел людей, которые едят в два раза после меня. Да херня, блядь, ты 2,23 роста, сколько твой вес? Мой вес 150 килограмм. Твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо, пицца и лазанья. А, итальянец, да? Да. Это повлияло на тебя? А? Где самая вкусная пицца? В Италии. В России, где самая вкусная пицца, которую ты ел? Это будет реклама. Нет, я назову всего лишь одно место, где я беру пиццу. Это Папа Карло. Папа Карло, отличная пицца, ребята. Твой подарок жене, после которой она сказала, Паша, все, вот, круто, очень невероятно. Моя жена такая, что она, в принципе, сказала спасибо и обняла меня и просто так, даже без подарка. Жене я дарил много разных подарков. Ну, что такое? С чем ты гордишь? Бриллианты? Да, конечно. Ты же знаешь, в Америке все те, кто живет, все любят джерли, как они говорят, да. То есть кольца всякие. А вы с ней были вместе в Штатах? Конечно, да. Моя родила у меня там ребенка, у меня старшего, гражданство, американское. Американское гражданство? Круто. Граждане в Америке. Было ли такое, Паш, что люди тебя оскорбляли, обижали? Вот они подходили и своим дурацким вопросом было обидно? Конечно, было. Это были дурацкие алкаши, которые, не знаю, хотели чего-то, может быть. Ну, было дело, что, как бы, снимали квартиру, надо мной сдается квартира, молодежь снимала квартиру и предупредил раз. Бухали там, да? Да, да, бухали, но мне на тренировку с утра, предупредил два, не поняли, зашел тапком на пизд. Отпиздил и все, и выгнал. Ты взял тапок 55 размера, ты сейчас говоришь про кроссовок, и пиздил молодежь. Да, да. Какой твой рост, Паш? У меня 2 метра 23 сантиметра, но в различных источниках пишут 2,26. Я объясню, почему. В различных источниках пишут такую цифру, потому что я играл в NBA в это время два года и в этой лиге измеряют игроков в кроссовках. В кроссовках? Да. 2,26. Логичный вопрос, который в следующем. У тебя, наверное, родители большие? Нет, родители у меня стандартные, даже, можно сказать, маленькие. И мама, и папа метр семьдесят. Тебе 30, мне будет 35. Тебе будет 35. Когда у тебя вся фишка, везде я записан как 15 января. Объясню почему. Была сборная России, кадетская, я выступал за нее. И были такие времена, что все спортсмены это знают, подкашивали игроков на нашем. Кошеный. Именно, Кошеный, да. И вот получилось так, что пришлось для той сборной сделать немножечко. Это нехватки этих 20 дней, но факт остается фактом. То, что я видел игроков из сборной 1984 года, и когда они меня видели, я говорил, что даже если я 1984 года, они не верили то, что я 1984 года, потому что тогда уже в 15-16 лет я уже был 2-15-2-16. Они этому не верили. А когда ты понял, вот в детстве, помнишь в тот момент, вот в детстве, давай перенесемся, попробуем. Когда ты понял, что ты не такой, как все, и вырос? То есть вот ты действительно большой. Я рос с самого малого детства, и был наголо выше всех самого малого. Из садика, школа, и пошло и поехало. А когда ты почувствовал первый дискомфорт от высокого роста? То есть когда твой был первый сбитый косяк головой? Первый сбитый косяк уже ближе к метру восьмидесяти, к метру восьмидесяти и к метру девяносто, потому что как бы косяков нету таких, которые по метр сорок там или по метр пятьдесят, так что больше уже к девяти-десяти годам, я думаю. Уже начал что-то цеплять, да? Да, да, да. Но вообще обычная дверь, вот стандартная, я точно знаю, она ровно два метра, поэтому когда у меня спрашивают лично у меня, бьюсь ли я головой или нет, я говорю, что нет, потому что у меня на уровне рефлексов я делаю вот такое движение, когда вхожу в помещение. Да, то есть мы уже привыкли, высокие люди привыкают к этому движению. Такой вопрос задаю тебе. Вот, что больше всего мешает тебе в твоем росте, вот что бы ты хотел, вот чего тебе не хватает, как ты думаешь, в жизни, да, что вот если бы ты был обычного роста, ты бы этого получил? Что бы это было? Ну, ты знаешь, высокий человек, как и в принципе, полные, маленькие и инвалиды, они ко всему привыкают. Человек привыкает ко всему, он просто-напросто, это среда обитания, к чему он должен привыкнуть. Ну и естественно, вот как мы сейчас с тобой говорили, это по максимуму, конечно же, входы и выходы из откуда-либо. То есть даже, допустим, кровать, машина, ко всему ты уже к этому привык. Там не должна быть огромная машина или что-то, не знаю. Везде можно привыкнуть, там, если даже диван, все равно ты под него подстроишься. Там кровать, которую под себя, естественно, большие люди делают, полные люди делают, берут матрасы покупают, там еще что-то. Сейчас уже в 21 веке это все присутствует в магазинах, делают под тебя и, естественно, таких большого дискомфорта ты уже не получаешь. Я видел людей выше себя намного и я понимаю, как ты ощущаешь там рядом со мной 2.2, рядом с 2.23 и в кроссовках 2.25, 2.26. То есть я так же себя ощущал, когда я увидел Шона Брэдли, с которым играл в Далласе, понимаешь, два года и примерно так же смотрел, как ты на меня смотришь. Сколько у него рост? У него 2.31, 2.32 в кроссовках, они же меряют, как я повторюсь еще раз, в Америке. Ну, это вот такая разница. Это да, но тебе кажется, что это просто неимоверно, там, высоко этого. Мне кажется, человеку среди эстетического роста просто не понять, что они говорят вообще, где там, какие 2.30, это о чем вообще просто на третьем этаже. Расскажи, если немножко еще поговорим о вопросах антропометрии, размер ноги 55. 5. 37 сантиметров нога. 37 сантиметров. Я так понимаю, что, наверное, обувь, если мы не говорим о спортивных кроссовках, это самая большая сложность, потому что, если брюки там можно сшить, рубашку можно сшить, то обувь это основная проблема в одежде. Или нет такой проблемы? Испытывал ли ты? Ну, в какое-то время испытывал, пока не уехал в Соединенные Штаты, и там это решилось все само собой. В Соединенных Штатах все уже достаточно развито намного. Они шагают со временем в две ноги вперед, а то и в три. Вот. Там даже мне не пришлось никуда лететь, ничего мерить. Там просто все по звонку сделалось. Они тебе выслали 10 пар обуви, классической обуви под классический костюм. 10 пар. 10 пар. Могли выслать 20 пар. Причем они были разные. Вот. Я выбрал пять. Мне достаточно. Я не ношу классические костюмы, очень часто. Я ношу их. Я так думаю, ты одеваешь их очень редко, братан. Одеваю, но на мероприятия какие-то одеваю. И я заказал, как бы померил все, что подошло, я оставил. И все, что тоже подошло, но не захотел. Просто-напросто отправил обратно, расплатился картой и вопрос закрыт. Больше 10 лет тебя нет в Штатах. А как ты сейчас реализуешь этот вопрос, задачу? У меня все есть. У меня столько много одежды, что я просто-напросто, не знаю, закупился, наверное, на остатки своей жизни, как бы там. Моя жена бы сказала, как же здесь новые коллекции, какие-то тренды, как. Не знаю, я вот в новой коллекции сижу. Красавчик. Смотри, если мы поговорим про одежду, я же правильно понимаю, что шансов купить что-то тебе в Новосибирске просто нет. Это интернет. Саш, ты понимаешь, что я даже об этом и не думаю. Просто не думаю. Я уже в магазины за одеждой не хожу с 2007 года. Вот, то есть 12 лет. Я просто об этом не думаю. У меня, когда я играл, у меня был контракт с Адидасом в Америке. То есть меня адидас одел там по, не знаю. Это сейчас нативочка как-бы, да? Ага. То есть и плюс по классике я оделся в пиджаки, в джинсы. это все продается в самых обычных моллах в америке не знаю на данный момент сторону одежды я вообще не смотрю у меня все есть и некоторые даже костюмы и рубашки они висят может даже еще не одетые понимаешь на 12 лет как вот так вот я знаю что тебя двое детей да есть такие семьянин с скажи сколько лет ты в браке в браке получается я 14 лет и 15 лет мы вместе вот респектусы респектус достаточно да да у тебя два сына до меня два сына у меня два сына 13 12 лет погодки получаются но год три разница до суши рост детей рост детей самый обычный как бы рожденный метр восемьдесят но если сказать ерунда не искал как бы это просто совпадение я лично познакомился с женой в клубе и это было непросто конечно конечно познакомились новосибирске и не с первого раза познакомились познакомились увидели друг друга не познакомились потом я улетел в штаты на какое-то время вернулся и опять встретил и встретил ее в клубе так мы познакомились о детях дети абсолютно стандартные то есть старший у меня играет баскетбол и играет он на разыгрывающий на первом номере то есть кто понимает это первый номер разыгрывающий младший играет по 2007 году 4 5 номера вот и младший уже перерос старшего перерос на примерно 7 8 сантиметров это какой рост это младшего где-то метр семьдесят пять обычный метр семьдесят семь башка метр семьдесят семь люди вот вырастают у нас оператор здесь стоит как добро вот он метр семьдесят семь я правда даже меньше как бы да это у меня обычный 13-летний пацан как бы обычного просто я сужу по себе я тринадцать лет да я был метр девяносто восемь как бы понимаешь да слушай но я в 14 был метр восемьдесят восемь я вспомнил я в 14 был метр восемьдесят восемь соответственно уже был высокого роста поэтому да понимаю чем ты говоришь слушай а какой ты отец отец но и любящий и строгий и как бы знаешь не могу сказать о себе что там какой-то я плохой но и не могу сказать что я хороший вот большинство времени естественно 20 лет профессиональной карьеры они прошли в переездах перелетах и возвращаясь обратно я как бы не могу сказать что полностью как-то повлиял на их рост и рост не только в спорте там и там и в школе и в повседневной жизни потому что большинство у профессиональных спортсменов занимает конечно же это баскетбол либо футбол кто чем занимается и это утром тренировка в обед это сон вечером это опять тренировка и так 10 месяцев в году понимаешь да ты приезжаешь да они тебя ждут но как правило спортсмену нужно оставаться в режиме и заниматься как правило тоже собой но и на детей сейчас уже больше времени потому что на данный момент как бы я завершил с профессиональным спортом и уже могу уделить им побольше времени вот детям сейчас парням тринадцать четырнадцать лет да и у меня дочки то есть мне как с пацанами попроще да но в любом случае вот девчонки я там переживаю они маленькие еще да а вот 13 14 лет ты с ними же говорил о девушках ну нет ну как говорил и не говорил знаешь мы еще не затрагивали эту тему потому что на данный момент я считаю что они должны выкладываться больше в спорт вкладывать себя и сейчас немножко сложновато стало учиться и говорю именно про школу потому что когда мы учились не было ни там не лицеев там не были обычные школы и программа была обычная самая обычная и на данный момент от них мать требует чтобы они очень хорошо себя проявляли именно в школе ну а я требует не чтобы они проявляли себя именно на площадке вот слушай если мы поговорим про клубы один из вопросов который к нам пришел вчера спрашивал в клубах ты часто тусовался молодость было дело клубы для меня это ну не для меня я конечно не тусовался мне рассказывали это алкоголь это женщина и это конфликты драки вот твое отношение к этим трем позициям пытался это подраться в клубе ну даже если пытались я все сглаживал как бы уходил от этого потому что мне лично это не нужно про про алкоголь и девушек я как бы с женой ходил постоянно вот смотри это основная масса претензий спортсменам сейчас да то есть мы видим футболистов которые показывают сколько у них денег да вот так вот так там шампанское кристалл клубы тусовки стулья в голову люди летят да они бухают отрываются постоянно да такое чувство что вот у них такое 365 дней в году там ибицы сэн тропэ они очень сильно хотят тусоваться и люди за это осуждают да но а как ты думаешь почему это происходит почему ребята вот идут в клуб спортсмену важно себя достойно вести и вне там спорта и в обычной жизни так кто себя ведет вне спортивной жизни в спортивной жизни мы не можем залить ему в голову понимаешь кого какие тараканы в голове нам не понять большинство большинство если ты говоришь про стулья и про всякие драки всему виной алкоголь алкоголь массивно поражает твой мозг когда ты выпиваешь его очень много ты потом не думаешь просто-напросто ты смотря что ты выпил если выпил пару бутылочек пива конечно ты расслабился и на этом все если ты идешь и целенаправленно целенаправленно готов нажираться там упластаться в хлам то пожалуйста получи получи результат и потом отвечать за свои поступки это это факт это доказано сколько раз ты нажирался прям в мотинушку не было такого вообще никогда никогда вопрос в штатах ты был в клубах конечно был чем отличаются клубы в штатах от клубов россии значит штатах люди потягивают сидят просто потягивают очень редко выходит там есть танцпол там очень редко как бы люди выходят на танцпол они значит либо стоят по кучкам смотря каких я не говорю про лас-вегас то есть лас-вегас это отдельная вообще тема и отдельный город и вообще отдельное государство я говорю именно про такие города значит типа л.а. нью-йорк даластон или еще какой-то более-менее знаешь так аккуратненько все если и есть люди но танцполов таких огромных как у нас строятся в россии где-то в городах там нет такого хотя у нас сейчас стали делать такие знаешь более-менее бары такие уже маленькие не тебе где нравилось больше нигде нравилось больше да где хорошая музыка играла где был хороший контингент там игра какая хорошая музыка по твой счет не знаю я могу послушать любую музыку и рэп и rnb классику попсу вообще только не рок и не джаз давай поговорим про спорт ты доволен своей карьерой ну как тебе сказать ну скажи как ты чувствуешь ну 50 на 50 можно было и большего если бы ты сейчас вернулся да вот куда ты осознался да вот ты сейчас видишь свой карьерный путь и сказал что он 20 лет в какой год бы ты сейчас вернулся и чтобы ты поменял чтобы карьера сложилась по-другому но скорее всего я бы не стал уезжать из америки бы вот и старался бы продолжить там бы но тем не менее да представим что сейчас есть ребята которые занимаются и бортом и да и то есть для многих там не писал да ты прям этом эталон на сибирского спортсмена да это парень отсюда он высокого роста но он добился он смог он был был недолго наверное что-то сделал не так да и это основной вопрос да что пошло не так в нба почему ты вернулся перед этим когда я должен был драфтоваться в 2003 году вот леброна когда они драфтовались значит я делал воркауты для команды и всяких разных и они у меня дело взяли блок тест это значит тест крови и нашли у меня как говорится гигантизм то есть в 20 лет я был 220 гигантизм такая штука это значит есть такой гормон роста все вернее наверняка читают читали что мне делали операцию на гормон роста вот и значит когда я уже драфтовался это было тогда уже в правилах мбей что кто у кого есть такая штука тот обязательно должен сделать операцию и потом очень долго я восстанавливался и у меня ушло примерно год на восстановление чтобы вообще в принципе вернуть ту свою силу и спортивную спортивную форму до былую как в которой я был вот и после этого еще был один год в том же самым далласе где естественно тренер который был в там every johnson просто не мог разыгрывать меня или как-то наигрывать потому что команда претендовала на чемпионство из всех спортсменов с кем ты общался штатах профессиональный спорт возможно это баскетбол либо другие виды спорта больше всего на тебя повлиял и больше всего вызвал у тебя какой-то респект уважение ну конечно это был мой сокоманник в то время дирк новицкий это просто легендарный человек не только как спортсмен но именно как человек преподносил тебе именно свою харизму понимаешь приходил и даже если ты при приходил там с каким-то плохим настроением смотря на него у тебя уже просто улыбка расцветала его шутки то есть шутил абсолютно над всеми ну и конечно звезде положено просто-напросто второе это естественно в спорте он требовал самоотдачу даже от молодых не не молодых а старых именно на площадке подсказывал третьих он всегда говорил всем игрокам что как в любой жизни вы не должны ставить себя выше другого человека вы на площадке можете подсказать или спросить или попросить сделать так или иначе у любого человека даже у меня то есть я мог с ним разговаривать на равных понимаешь и это классно чем то есть есть разница в штатах у тренеров по отношению белый ты или черный я думаю что да именно на себе я так как бы прочувствовал это но я просто почему спросил про дирка да что дирк был белый в команде но он был звездой я думаю что может быть там к нему были другие отношения также как были киту ван хорну другие отношения понимаешь но допустим шону брэдли он относился также как ко мне не знаю может быть потому что он был черный первый разыгрывающий понимаешь номер свое время но всегда он говорил про дэвида робинсона как своем другие то что он хорошо к нему относился на дэвид робинсон тоже черный понимаешь но это же он высокий окей как ты попал мы играли тогда на второй команде вот помнишь мы играли внешне как бы и итальянцы приехали просто посмотреть кто как они узнали не знаю кто-то сказал вам что есть такой большой проспект как бы как красный проспект наш шучу такой высокий ну как молодой игрок и они просто напросто прилетели в новосибирск посмотреть на меня и уже договорились с бывшим президентом локомотива о том это сколько его лет 15 до нас было 16 лет мы только что вернулись чемпионата европы и прошло полгода и меня забрали в италию то есть полгода я прожил в италии занимаюсь чисто физическими кондициями баскетбола не было вообще вот потому что нужно было наращивать массу и уже полноценных два сезона я провел за итальянский варезе скажи что-нибудь итальянском кико за бойко и тирико что ты хочешь чтобы я тебе сказал италия пьюбелла дель мондо пицца пьюбона ты готов тебе нравится италия да очень мне осталось очень много друзей и как страна мне очень сильно нравится и очень симпатизирует тяжело находить друзей вне спорта и да потому что ты в среде всегда находишься спортивной и у тебя все вопросы где-то их возьмешь ты как ты правильно сказал два раза в день тренируешься да а вот если те ребята с кем ты общаешься вот с вот очень давно это ребята вне спорта с кем ты общаешься и дружишь да и с кем из спортсменов с которым декад начинал ты продолжаешь общаться вот кто эти люди можешь назвать мы продолжаем общаться с денисом вот который сейчас живет в климовске московской области вот мы поддерживаем связь мы с ним учились в одной школе он не спортсмен он не спортсмен но мы играли с школе в баскетбол и за школу играли как бы и продолжаем поддерживать связь и как бы ну не много друзей но у меня есть как бы но в основном это баскетболисты поигравшие со мной в каких-то командах и ну и я не могу сказать что вне баскетбола у меня также есть друзья вот когда тебе было 16 я просто помню эпизод я приехал в новосибирск и мы ехали в автобусе был такой здесь пазик да который возил вас возил спортсменов да и в пазике на заднем сиденье сидел тогда самый модный парень в команде их вызывали стас ума да и он чтобы разговаривал по телефону соответственно да причем такими фразами типа е бро я понимаю что стас тогда было года 23 а тебе было 16 или 17 я не совсем понял вот этой дружбы как бы относительно взрослого мужика да и парня с ну из италии да но что я увидел я увидел что ты ну мне показалось так на тот момент да что ты искал какую-то поддержку тебе не хватало чего-то там да что ты не мог найти да и ты общался со стасом то ли как с другом то ли как с отцом то ли как еще с кем-то вот что это было вот у меня вопрос остался и мне кажется именно поэтому я записываю интервью вот с 2002 года у меня остался этот вопрос хочу задать его тебе что тогда было что за отношения но это были и дружеские отношения и в каком-то смысле ты правильно сказал ему было намного больше лет как бы мне и мне очень было сложно там вот когда я уехал туда мне не с кем было общаться и приехал туда я не знал языка у меня не было там друзей на баскетбол у меня отняли загнав меня в качалку понимаешь и все правильно ты сказал я общался и стал поддержки это было это было бы это было так тогда мы с ним общались очень плотно сейчас сейчас мы практически не общаемся вообще теперь скажи вот назови мне 35 людей которые сильнее всего на тебя повлияли за всю твою жизнь это могут быть тренера игроки какие-то друзья люди могут разговоры с прохожим не знаю что угодно не что повлияло тебя сильнее всего как ты считаешь но в первую очередь это естественно мой первый тренер первый тренер кто кто спортсмен тот поймет сто процентов и даже может быть не спортсмен первый тренер он замещает тебе и мать и отца и друга и и всех вообще первый тренер он дает немного большего чем кто-либо потом поначалу естественно это родители потому что с родителями то есть ты проводишь большую часть жизни как бы да первую половину часть жизни можно так сказать вот тренер родители кто еще жена в частности вот в какой-то степени она меня подтолкнула на очень решительный шаг и на очень умный шаг в какой период жизни ты был самым счастливым я сейчас я всегда самый счастливый когда ты получил свою первую зарплату как спортсмен в 15 лет я подписал контракт с новосибирским локомотивом и мне сделали зарплату 6 тысяч рублей я был в мега счастлив сша на это 2001 год 2002 90 99 2000 год 2000 год это очень хорошо деньги да это суперские деньги твоя первая самостоятельная покупка половину я отдавал родителям половину себе вот что именно я себе купил в тоткон в 2001 году мы заняли второе место на чемпионате европы в риге я прилетел домой и с основной командой мы полетели на выезд на предсезонные игры или на предсезонные или после сезона это уже было мы плите полетели на остров тайвань вот и мне подарили от команды 500 долларов вот 500 долларов это было были мега огромные деньги мега-мега-мега огромные деньги я себе купил сиди плеер помнишь были тогда сиди плеер проигрыватели с мечтали все о них именно сидюшники диплеер самая крупная твоя покупка ну конечно это недвижимость самый твой большой контракт вот можешь если хочешь называется самый большой мой контракт это в химках химках да скажи вот сейчас я читал несколько статей это начало всплывать об этом начали говорить в сша профессиональные спортсмены и наркотики то есть там откровенно лома родом написал кто-то еще написал спортсмены в сша половину своего времени под кайфом ну то есть очень много курят да очень руку и кто-то нюхает какая ты видел это именно у нас команде этого не было потому что именно у нас команда была настолько мощная и сильная что как бы ну на самом деле там каждый год марк юбан ставит цели чтобы выйти в плей-офф вообще в принципе выиграть чемпионат это его политика понимаешь именно у нас у нас команде такого не было про анаболики все это спортивную тему конечно конечно подкармливают именно я когда приходил на тренировки у нас стаканчики в 0 5 до в белом вот там было допустим если ты стаканчик там было вот столько-то таблеток то есть всяких разных но там ничего не было запрещающего и доктора говорили если ты хочешь пей если ты не хочешь не пей вот и закончил сейчас профессиональную карьеру так а что дальше ничего я тренирую продолжаю играть за любительскую команду где мы с тобой вместе выступаем мбк вот и тренирую и играю за нее и дальше есть некие проекты с которыми мы будем работать и продвигать чем тебе хочется заниматься вот что кроме спорта есть твоей жизни сейчас что ты любишь делать кроме спорта ну ты знаешь меня этим летом приглашали провести стритбол именно как вид же я вот поговорить микрофон в этой теме я себя ощущаю неплохо я думаю что тебе легко быть центре внимания в принципе мне нравится это и хотел бы чтобы твои дети стали профессиональными спортсменами да конечно каждый спортсмен профессиональный который занимался тем или иным спортом хочет чтобы продолжение было и дети его занимались новосибирск вареза или даллас вот города в которых ты хотел бы прожить дальше да представим вот 35 да ну так и чего тебя есть 35 40 50 лет я не буду догадывать сколько тогда и вот ты прошел некий путь каких из и из этих вот мест ты бы хотел продолжить дальше еще 35 где я в принципе хотел бы продолжить жить не знаю вот будет возможность жить в москве буду жить в москве будет возможность жить далась и буду жить далась и в лас-вегасе в австралии не знаю пользуешься ты общественным транспортом но в основном нет либо пешком из центра города можно дойти в какие-то как бы 15 или на машине тебя узнают новосибирске конечно иногда езжу на метро очень редко и что тебе говорят на сибирске ничего здороваются спрашивают как дела желаю всего самого лучшего в новосибирске мне не хватает чистоты самого города это самая большая проблема вот и может быть баскетбольных залов и вообще развитие спорта в целом если бы ты стал мэром твои три действия для новосибирска я бы в первую очередь улучшил дороги улучшил бы экологию и занялся вывозом снега сам на фите можно самому за камаз сесть да там поработать а ты рулил камазом нет ясно а я знаю что есть подарок для есть надо смотреть где он как его взять так это это майка из сургута я в прошлом году 23 до паша да то есть это вообще тренировочная майка вот я играл в сургуте в прошлом году последний сезон и у нас значит были тренировочные майки игровых к сожалению не осталось вот осталась такая отличная майка сушатому стороне да то есть можно даже разрушить и кому она достанется это может быть двустороннее платье будет или можете укрываться зимой от снега от дождя смотрите мы запускаем серию передач на камеру смотреть запускаем серию передач где мы хотим брать интервью у людей которые что-то делают крутое в обычной жизни обычные люди все показывают политиков каких-то спортсменов не знаю звезд шоу-бизнеса ты смотришь на их жизнь на я уверен что у нас сейчас городе есть обычные ребята парни абсолютно обычные которые делают очень круто свою работу их жизнь нам действительно интересно мне правда интересно вот как как таксист писает где это делает я не знаю как как он это делает да а насколько страшно быть корнувщиком и как он там как бы как вот на кране сидеть весь день я не знаю насколько тяжело быть дворником или чем-то еще я уверен что у среди вас тех кто смотрит есть знакомые или друзья которые классно делают свою работу и действительно интересные люди и в комментариях в комментариях под видео напишите что это за человек предложите его и среди тех кто напишет комментарий через месяц мы разыграем эту футболку от пашут и 10 тысяч рублей от меня не знаю что будет ценнее что будет интереснее ну разумеется ты хотя бы умеешь писать могу он умеет писать спасибо тебе большое не за что всегда рад давайте ждем на нашем канале подписывайтесь лайки ставьте лайки жмите колокольчик иначе он придет и сожрет спасибо